спортивно-обжиральную и вышивальную неделю так принято у нас почти полночь и мы отключили интернет я не знаю чего хочу такой рукожоп прилетел подарочек включить помпоны появилась дверка мой ассистент весь черный пробегая красоту красоту архитектуры как обычно неопределенность коров ущербная помпошка 40 градусов но такая нам некой силой тормозила мою скорость и так далее всем большой привет сегодня с вами петювки ну и я за кадром у нас теперь привет передается из дождливой аргентина они солнечной и вообще если честно я сегодня как-то получил не очень хорошие новости не хотела снимать но потом подумала что все таки может быть и неплохой способ отвлечься поэтому вот вот так я как бы изначально хотела уже не рассказывать про текущие процессы так вот наверное надо вам показать как кот наблюдает за соседями потом соседское окно и безумно любят еще и голуби туда прилетают так не надо это все делать но ненадолго хватило мою помощницу так что продолжу я значит не хотела показывать вообще сейчас текущие процессы потому что думаю уже в результатах января покажу но у меня возникли некоторые в том числе и вопросы и кое-что в общем то мне нужно показать и нужно спросить ваш совет ну и плюс у меня например вот есть первый финиш закончились тигры больше я здесь наверное не вижу корову помните я в этом тигре в этом видела корову вот такой красавчик получился в общем я подумала что если я это сейчас не покажу а потом сошью свой первый шарик криво косо мне будет стыдно его показать и я сделаю вид что у меня никогда и не было никакого шарика то вы даже не увидите собственно мой финиш а он есть вот значит первый финиш января но все таки я надеюсь что в конце января у меня будет уже и шарик и в итогах я вам покажу шарик очень мне они понравились легко достаточно отшивались вот эта вот морда очень похожа на морду моей кошечки когда я прихожу к ней с обнимашками целовашками все очень миленькие все очень классненькие посмотрим как я это сошью надо только постирать ну и пропостирать так значит у нас наступили серые будни и все сложнее и сложнее искать свет хотя вроде лет так пропостирать значит я закончила красавицу ламу ну как закончила почти закончила то есть закончила там крестики и почти весь бэк кроме бэка в две нити здесь будут как вы помните если помните помпошки здесь будет розочка как там этот стиль называется рококо или я не знаю что а здесь должны быть кисточки ну и собственно я уже хотела за них приняться как открыла какое-то видео на ютюбе вышивальные услышала что кто-то говорит ну и перед всеми вот этими помпошками розочками и так далее но не про эту ламу говорили про какую-то другую вышивку в которой тоже есть вот какие-то такие декоративные стишки надо постирать это потом постирать невозможно будет и тут меня зарило что вообще-то эту работу я начала в далеком 2020 году и собственно неплохо было бы ее простернуть прежде чем пришивать разную красоту значит что я подумала насчет красоты ну я тут немножечко примерно примеряла помпошки это старые вот уже приплюснуты где-то я их потом конечно поменяю значит что там в оригинале сейчас в оригинале там идет вот такая линия бэка на ней помпошки ну допустим как-то так примерно это все конечно будет красиво у меня сейчас вот так и вот это вот все заканчивается вот здесь у автора бубенчиком в общем-то бубенчик я даже думала сходить в собачий магазин и купить ошейник уже с бубенчиком потому что я хочу цветной бубенчик что у меня по бубенчиком вот вы их наверное как там говорят по шуршу значит бубенчик у меня огромные я даже не буду доставать не очень большие и мне кажется как бы не очень поэтому я решила чем-то их заменить вот что-то у меня сейчас упало сейчас так значит я подумала что если кисточки у меня не будут получаться как-то или мне не понравится я я присобачиваю вот эти вот финти флюшки сюда чтобы они там это радостно вот это они у меня и падают так ну и как вы понимаете я сказала что бубенчик мне большой поэтому мне приспичило фигачить кубок в общем я здесь здесь надпись здесь надпись неправильно что же сегодня все не так-то так надпись не видно хорошо значит там был конкурс красоты я его поменяла на бесплатное пиво и думаю что было бы классно если бы она шла туда со своей кружкой но это вот кубок и мне кажется он конечно большой но это это прям опасно да конечно конечно иди ищи так опасность почти устранена буду сразу складывать в коробочку все что показалось значит вот ну и кубок этот как бы тоже огромный но можно его как-то там приспособить или приспособить этот кубок сюда куда-нибудь короче не мой день не мой в общем либо приспособить его куда-то к вот этой вывеске потому что вот эта кружечка как вариант наверное это не кружечка но она напоминает да кружечку она мне нравится и по размеру и всякое такое но она мне кажется что сюда серебряная вообще ни к селу ни к городу вот ни одной у меня падают вещи там соседи тоже в общем все падает из рук поэтому и у меня был еще такой вот но это не бубенчик она сделана как форме бубенчика он не звенит но он тоже по размерам не нравится но не нравится что он вот так такой серебряный то есть по размерам нормально и собственно можно еще вообще не выпендриваться и присопачить ей звезду вот собственно что вы советуете потому что я пока не придумала а когда я показала все это маркетинг он мне сказал да ну такой стандартный мужской ответ да вот тут будут помпошки и чем мне их заканчивать ну ладно не буду я это уже все потому что сейчас опять все полетит вот так что лама идет стираться и потом я буду ей крутить кисточки помпошки тут вот розочку и думать что же ей присопачить вот сюда ваши советы мне будут очень в радость я кстати у меня не было вот этих штук это я недавно купила ну и уж до кучи докупила каких-то других шармиков всяких разных и вот таких я не буду это все открывать и зачем-то я увидела они огромные эти бусины золотые но я увидела что они ровные помните у меня страх от неровного бисера вот такие штуковины тоже более-менее ровные не знаю зачем они мне но мы рукодельницы куда-нибудь найдем применить да вот потому что венчики у меня все большие и некрасивые покрасить их чтобы лаком вот значит что делать с ламой я пока не знаю ну начну с простенького начну пришивать и кисточки не даю постираю так дальше что мне еще есть продвижение вот это вот надо закончить и будут прям такие совсем финиш и откладываем все это я еще пошила немного дедулю вот у меня появился почти полностью стакан наметилась трубочка вот это вот брызги молока наметилась печенькой наметилась нога его ступня и больше ничего я все думаю что надо бы его наверно ему добавить немного бэка чтобы он более отчетливый был но пока что то вот так беру его буквально за полчаса до сна когда вроде как еще спать рано вышивать что-то грандиозное время нет а тут вот бац бац и за полчаса можно 100 крестиков сделать хорошенький вот возьму его еще в месяце в уходящем январе может быть когда будет такой же вот вечер и смотреть что у меня по палатке в последнем видео которое я показывала до типа недели импровизированная была я закончила бэк переставила пяльцы соответственно вот это вот все появилось вот сейчас мне в месяц надо вышивать 5000 здесь я вышла 4000 и собственно когда закончу бэк на этом участке будет почти 5000 пока иду нормально время еще есть очень ярко очень классно очень хорошо идет вышиваю его беру этот дизайн достаточно часто и не устаю как ни странно вот меня рубрика меня часто спрашивают нет меня на самом деле один раз тебя спросили в чем секрет моей любви к бэку как я его так делаю что он мне нравится я не сегодня не буду показывать мне хотелось я специально не вышивала бэк на этом участке у меня в общем то нет никаких секретов никаких каких-то ну чем можно было бы поделить я вообще не хочу в своем профиле ничего никому как это по-русски господи боже не хочу никого ничему учить вот потому что я уверена что ну я сама ничего не знаю половины и все чем я пользуюсь это давным давно известно но рассказать естественно ответить на вопрос я считаю что я могу и и мне хочется показать да что конкретно вот облегчает мне жизнь в бэке да я его не делаю наверное так как положено делать может быть поэтому мне чуть чуть легче я попробую записать к следующему к следующему видео к следующей серии вот про бэк потому что ну сегодня извините я вот реально вчера хотела дальше вышивать потом подумала вот как раз участок где можно рассказать про бэк и сегодня вот получила не очень хорошие новости и не не хочу вот и значит у меня внимание вношу проект года вот все значит тут короче а это это как бы я на вести по гороскопу вот вот все в этом сказано я значит решила вот уже твердо решила что я буду вышивать своих женщин сейчас прикреплю и этот господи картинку прикреплю какими должны быть женщины и решила что буду вышивать вот на серой еве и у меня был кусок серой евы я его даже обметала уже давно подписала там его что это вот для женщин и решила все уже оттягивала тяга надо начинать и думаю начну и вдруг вспомнила что кусок у меня ткани 90 на 50 а женщины без припуска там 63 на 32 а поскольку я обычно оставляю поля вот такие вот но я не планирую оформлять поэтому какая разница я подумала что это можно сэкономить целых 15 сантиметров вот отсюда до с краю вот отсюда и этого как раз хватит на какой-нибудь шарик от ринкози то есть вот вот этот кусок да вот совершенно легко можно отрезать я теперь мучаюсь думаю может отрезать но я решила запялить посмотреть запялила посмотрела и теперь у меня борется во мне вот это вот жаба которая хочет отрезать эти 15 сантиметров и лентяй который не хочет все это заново раскреплять потому что вот эта середина именно на 90 сантиметров а не на 75 вот поэтому собственно я не начинаю проект потому что я никак не могу решиться резать или не резать вот скупердяйма мне как бы говорит на 15 сантиметров отрежь с другой стороны но там такие женщины у них будет вот такая вот такой вот воздух мне кажется это даже будет на фото не очень красиво в общем я не знаю что делать поэтому проект этот я не начинаю наверное все больше никакой информации для вас нет я там еще кое-что а нет я сейчас еще покажу я у меня были рандомные работы вот появились бутылки я в итогах потом покажу как это все выглядит без пялец но я посмотрите выполнила норму не дошив весь полукрест вот тут в фоне а уже набрала норму по этому работу я отложила я все хотела дошить же здесь сделать здесь бэк и сделать фотографию но ведь может в следующий раз вот тут тут у вишенки появилась ве . вот ну подробнее еще раз покажу уже следующей серии и еще потому что не снималась опять и еще мне появилось дерево у петербурга утренний питер это екатерина бесперстовой и вот здесь будет еще одно здание но опять-таки норму я выполнила вот немножечко полукреста пошила в небе такая вот у нас сегодня как раз небо такое питерское но тоже в итогах покажу уже без пялец будет такая общая картинка потому что стали с буду снимать вот теперь точно у меня больше нечего показать поэтому я вам расскажу историю про мой мелхилл значит я думала что я в этой серии вам таки покажу распаковку своего мелхилла многострадального который я заказала когда в ноябре да по-моему в ноябре в сша потому что в аргентину все это заказывать это головная боль заказала в сша чтобы друг привез друг не успел то есть мой мелхилл пришел в день когда друг уже ехал в аэропорт поэтому я попросила свое прекрасное начальство чтобы они мне привезли в аргентину когда значит приезд сейчас на праздники на новогодние ну поскольку там доверять никому нельзя вроде все нормально привезли хотя я мало верила в это вот ну и у меня я была там проходила мимо начальство в общем этот мой мелхилл теперь живет у дома у самого президента компании и я написала его младшему сыну тоже моему шефисенку как я его называю вот говорю зайду скинешь мне мелхилл он говорит а мы все тут это с тестами с позитивом на позитиве мы короче и ничего я не пошла забирать потому что на всякий случай не надо ну вот поэтому на карантине на меня вот их собственно все новости вот может быть такое короткое включение но примерно вот так вот уже в конце когда даже не в конце начале февраля покажу что же у меня получилось в итоге вот поэтому и в итоге вот поэтому что же я все-таки с проектами от проект года то уже как бы на там 4000 на нем сделать а я все никак не решусь ну на этом наверное с вами прощаюсь прикреплю вам в качестве бонуса красоту нашего аргентинского неба спасибо что посмотрели выпуск всего вам хорошего здоровья главное и до новых встреч пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok